Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, работа в аптеке. Рабочий день фармацевта-провизора-первостольника. Или рабочий день заведующей аптеки. Или, как у нас это называется, фармачист-дирижент-сети. Что интересного? Какие вопросы поднимаются в аптеке? Как нам работается? И всё, что с этим связано. Очень многим интересна эта тема. И когда в компаниях или где-то ещё что-то мы рассказываем, или что-то происходит, люди иногда замирают, заслушиваясь, что же происходит в аптеке. Итак, сегодня пятница. Пятидневный рабочий день или пятидневная неделя подходит к концу у всех нормальных людей. Сейчас 22 часов 10 минут. Аптека работает до 8. Я делаю для вас это видео. Как работают фармацевты? С чем они сегодня, с какими трудностями сталкиваются? А с тем, что в основном везде нехватка кадров. Везде нехватает фармацевтов. И мы сталкиваемся с тем, что вы, наверное, уже идёте на субботу-воскресенье отдыхать. Я же продолжаю работать в субботу, воскресенье и понедельник. Сейчас моя коллега в отпуске в неделю. И за неё работаю я. Делаю всё. И работу заведующей, и работу фармацевта-провизора. Честно скажу, очень тяжело. Сегодня две ошибки под вечер. Хорошо, что люди очень уважают, очень любят. Ко мне очень хорошо здесь все относятся. И в первом случае, ошибаясь, передала сдачу. Дала на 100 лей больше. А это на 5 долларов. И женщина любезно вернулась и сказала, ой-ой-ой, смотрите, что вы делаете. Я её, конечно, поблагодарила. Во втором случае, женщина брала 3 нафтезина, а я просканировала только один. И она заметила, что что-то по денежке не так. И хорошо, что тоже вернула. То есть в такую нагрузку работать реально, как ты не старайся, вот конец. Это всё было в последний час работы. По-любому ты делаешь ошибки. Это ненормально. Но так сложилась ситуация. Что делать, если нету работников, нету кадров. И такая обстановка во всей Молдове у нас, где я работаю. И знаю, что также не хватает фармацевтов. И в Украине, и в других тоже странах. Тяжёлая работа. Кажется, что вот стоишь в красивом месте, да, тихо, спокойно, но очень большая ответственность. И если мы ошибаемся, мы всё плодим со своего кармана. Вот эти бы ошибки, я бы их заплатила. Касса бы не сошлась и так далее и тому подобное. Но есть и много приятного. Вот этот шикарный букет тюльпанов, таких красивых, таких разных, любезно подарила женщина из палисадника в спальном районе, здесь за аптекой. Сказала, что соберите все цветы. Вы их заслужили. Она нам дала и луковицы, тюльпанов, и моя санитарочка ушла с таким же шикарным букетом. И вот такой прекрасный букет у меня. Но некоторые люди обижаются. И сегодня мне было сказано, вам что, есть там чем заняться? Вы не можете мне уделить лишнюю минутку времени. Многие люди думают, что мы только вот должны обслужить их, рассказать, как принимать лекарства, дать по рецепту, что они хотят, и все. Но за работой фармацевта-первостольника кроется очень много работы. Кроме того, что мы обслуживаем рецепты, выслушиваем замечания, что болит у человека, даем препараты. Люди, меня огорчает очень сильно, что люди не хотят идти к врачу. Совершенно похабно относятся, можно так сказать, к своему здоровью. И нам приходится нелегко. Мы должны быть и врачами, оно уже так и есть. Может быть, с одной стороны, хорошо. Всю свою семью, всех друзей и знакомых я лечу сама. Себя. Вот забыла себе взять лекарства. Сейчас только вспомнила, что мне нужно. Я лечу всех сама и с хорошими результатами. Мы очень редко идем к врачу. Тогда, когда нужна диагностика, тогда, когда нужно выписать рецепты, потому что даже для себя я не могу взять в аптеке препараты, которые нужны, например, или от давления, или если мы заболели, и у кого-то ангина, там антибиотик какой-то, или еще какое-то сильнодействующее вещество. В этих случаях мы идем к врачу. Или посоветоваться, если я не уверена в том, что правильно поняла, что со мной я, конечно, иду к врачу. И что еще за нашей работой стоит? Прием, получение товара, проверка сроков годности, расстановка по витринам, укомплектовать ящички. За день продается много чего, что лежит в зале, и нужно донести из склада, заполнить ящички, просмотреть витрину, чтобы красиво была оформлена витрина. И много еще документаций, множество журналов. В общем, работа непростая. А люди думают, что ты бежишь, уходишь от них, потому что не хочешь с ними говорить. А многих интересует многое. Вопросы бывают разные. От личного характера до медицинских, в общем, в общем. Поэтому, когда вы будете посещать аптеку, не думайте, если фармацевт торопится и уходит, обслужив вас, поверьте, это не из-за того, что вы неприятны, а просто у него еще очень много работы или на складе, или с документацией, или с учетом рецептов и всего другого подобного. Задают такой вопрос. Почему нельзя алкогольные напитки и лекарства? Почему, если есть даже спиртовые настойки, которые назначают одновременно с лекарствами? Но многие люди не понимают действия различных препаратов. Например, алкогольные напитки и еще прием каких-то конкретных препаратов, антибиотиков, других каких-то сильно действующих, может вести к токсическому поражению печени. И печень – это такой орган очень интересный, очень, с одной стороны, простой, с одной стороны, он даже усовершенствованный так, что он может сам и восстановиться при правильном питании, при правильном к нему отношении. Но он может и разрушиться втихаря. Вы даже не заметите, а болеть начнет тогда только, когда останется от 10 до 27% рабочих клеточек. Вот тогда начнутся боли. Почему еще нельзя лекарства с алкогольными напитками? Потому что они могут просто не подействовать. Или же снотворные препараты и алкогольный напиток может довести вас до летального исхода. А если вы примете алкогольные напитки, даже тоже пиво, то и метронидозол, или трихопол, то у вас может быть такое отравление или же симптоматика, как при отравлении грибами, к примеру. Поэтому и нельзя с алкогольными напитками. Так, гомеопатия, травы, мое отношение. А разве гомеопатия и травы это не одно и то же? Дайте мне что-то, чтобы не было лекарством, чтобы было или БАДом, или гомеопатией. А как лично я отношусь к гомеопатии? Значит, скажу вам сразу, у меня есть уже видео, что такое гомеопатия. Вы можете поискать его на моем канале и найти. Если не забуду, поделюсь с ним в ссылочке. После слова еще. Гомеопатия – это разведение. И эти препараты, это, к примеру, берется, что вам привести в пример, да, валерьяна. Вот у меня тут во флакончике 50 таблеток валерьяны. Гомеопатия – это следующее, к примеру. Я примерно, грубо, но чтобы вы поняли. Берется одна таблеточка валерьяны и сначала растворяется в стакане воды. Болтается, 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 пока не растворится. Какое-то определенное время. Далее, вот этот стакан воды добавляют на литр воды. И опять болтают, 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 пока хорошо не смешают и оставляют на какое-то время. Далее, берут этот литр воды и мешают его на 10 литров воды. Болтают, 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 считают, что эта вода берет память этого лекарства. И вот в этой очень маленькой дозировочке лечится хорошо организм. Я не видела доказательств эффективного лечения гомеопатией. Сама пробовала многое. Мой ребенок, младший сын, одно время был на гомеопатии. Мы эффекта не заметили, не почувствовали, спорить не буду. Это лично мое мнение. Травы. К травам отношусь великолепно. К препаратам на травах, к самим травам, к сборам. У меня есть много видео на эту тему. Как я сама использую травы, что я ними лечила. Я их советую. Одно из видео, которое называется «Травы. Польза для мужчин. Лечение мочеполовой системы для эрекции потенции мужского здоровья». Вообще в рейтинге пяти лучших видео на Ютюбе. Вы можете перейти на мой канал, подписаться и написать там, где мои видео, рейтинг лучших. И там вы увидите самые лучшие мои пять видео, которые ходят на Ютюбе и в высоком рейтинге. Самим отменять лекарства, если вам назначил врач, и переходить на травы или гомеопатию, я бы без врачебного совета не рекомендовала. Очень часто задают такой вопрос. Или просят. Дайте, пожалуйста, антибиотик, который на травах для беременных. И вот приходится фармацевту-провизору иногда по 20 минут, а то и больше, объяснять, что такого антибиотика на травах не существует. Что даже травы нужно правильно принимать. И можно ли еще беременным использовать эти травы. Далее. Сейчас поговорим про таблетки, про холодильник, про конденционер. Про хранение, про магазины и хранение продуктов. Про хорошую температуру для организма, для детей и взрослых. Буду контролировать время, чтобы не заговориться. Если что, сделаем еще третью часть видео, чтобы оно не было очень длинным. Первое видео уже вышло. И я о нем тоже поделюсь здесь в ссылочке. В аптеке правильная температура. Жалко, что не могу уйти. Хотя могу уйти и принести вам показать. Возвращаюсь. В аптеке есть вот такие аппаратики. Гигрометры, психрометры. Их по-разному назначают. Видите? Значит, что они показывают? Они показывают температуру. И вот у вас будет зеркальное отражение, но я вам назову. 21,2 температура вот здесь вот в зале. Дальше у меня здесь склад. Сейчас я принесу психрометр отсюда. Посмотрите, я не планировала его вам носить, но температура 19,6, зеркальное отражение. Далее, влажность воздуха. 38% на складе, 39% в зале. Это правильная температура хранения. Сейчас я все, этот оставлю здесь, потом перемещу. А этот у нас прикреплен еще и с холодильником идет. Сейчас, секундочку. Так, 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 я здесь. Итак, это правильная температура. Все препараты, которые стоят здесь на витрине, в основном хранятся и в шкафах до 25 градусов. Это на каждой коробочке, на каждой упаковочке написано условия хранения. На некоторых коробочках написано до 8 градусов Цельсия. То есть, это значит, что они должны храниться в холодильнике. На некоторых, на таких, как энтеросгель, к примеру, написано ни в коем случае не ниже 8 градусов. И очень часто многие неопытные фармацевты невнимательно ставят в холодильник. И этот гель превращается в водичку при такой температуре. Поэтому в аптеках установлены конденционеры. И поэтому, не знаю, вам видно или нет конденционер за мной. У нас на складе есть тоже конденционер. Поэтому в аптеке всегда прохладно, а многие говорят холодно. А иногда бывают, у меня, так как я работаю заведующей, и многие фармацевты пытаются отключать конденционер. Но это категорически запрещено, потому что нарушаются условия хранения. Препарат, который вы купите, где он неправильно хранился, он может быть неэффективным. Он может храниться маленькое количество времени. И в итоге вы его будете использовать, применять для себя, а он просто не будет на вас действовать. И такие же условия должны быть и в магазинах. Если там на коробочке, на баночке, на какой-то упаковочке написано 25 градусов, это значит, что в отделе должно быть не выше 23 градусов. 2 градуса резервные. Вот если вы покупаете лекарства в таких вот местах, продукты питания в таких местах, где не нарушается торговый температурный режим, это гарантия, что с вами будет все хорошо, вам будет хорошо помогать лекарства, и вы не получите какое-то отравление, или не почувствуете себя плохо после приема какого-то продукта. Поэтому, если вы заходите, и в аптеке жарко, я бы из такой аптеки ушла. Или где вы чувствуете, что не сохраняется температурный режим, я бы оттуда ушла и ничего не купила. Потому что если не следят за температурным режимом, это значит им, как говорит одна из моих коллег, ладно, не будем глупости говорить, ну или скажу, оно же используется в литературе, у нее слово нафиг пофиг, этой аптеке на ваше здоровье, или этому магазину на ваше самочувствие. А если какому-то фармацевту холодно, что делать? Тогда под халатик он может одеть какую-то теплую одежду, обуться что-то тепленькое, носочки тепленькие одеть, брючки запрещается у нас одеть. Но в принципе, те, кто проработал, как я, много лет, а у меня уже аптечный стаж около 30 лет, мы обычно привыкшие к такому температурному режиму. И не зависит от того, худенький человек или полненький, как я, мы хорошо обычно, фармацевты, переносим такую температуру. К тому же норма для человека, чтобы он хорошо себя бодро чувствовал, чтобы хорошо работал его организм, это температура 19-22 градуса. А ночью тоже температура не выше 19 градусов. При такой температуре я дома сплю. Я люблю вот сейчас у нас начало апреля, какое у нас сегодня число, 12 апреля, и у нас уже не работает отопление дома. Мы выключили, я не знаю, как дети, честно, даже не задумалась. Дети взрослые, женаты, но мы с мужем, мы спим при открытом окне. И иногда даже просто в белье, в легком белье под одеялом. Это норма для человека. Так, надеюсь, это вы поняли. Для детей температура ночью также 19-20 максимум градусов, днем 22 градуса. Это самая лучшая температура для организма ребенка. Что еще раздражает, когда вот подходят покупатели? Люди с повышенным артериальным давлением просят. Без врача, цитрамон, просят каптаприл. Когда спрашиваешь, какая доза, не могут даже назвать дозу. Когда спрашиваешь, какое давление, они даже не контролируют давление. И нужно вот, я, например, я стараюсь объяснять, потому что люди реально не знают. Я и на YouTube вышла для того, чтобы вы могли узнать больше информации, и которое приведет вас к счастливой, здоровой жизни, которое приведет к вас долголетию, когда вы не будете сами вредить себе. И я стараюсь объяснять. Вот я сейчас уже с вами разговариваю, правду говорю, севший голос. Если вы видите, я даже стою, у меня уже и ноги болят. И устала уже. А ну, пятый день 13-часового рабочего дня. А еще утром добираться на работу. Но спасибо, меня один хороший знакомый, мой хороший друг возит на работу. Он недалеко работает от меня. А вечером, это еще полтора часа, добираться. Вот я сейчас закончу видео, я закрою в 9 аптеку, и я домой приеду в 15 минут 11. И, конечно, я уже очень сильно устала. Еще впереди суббота, воскресенье и понедельник. А дальше отпуск, в котором я буду точно два дня отходить от этой крутой работы. И вот людям целый день, вот, иногда верите, вот здесь болят счетом сговаривать. У меня как-то один раз муж, я вообще такая болтушка, веселушка, как многие говорят. Я люблю поговорить, пообщаться. Прихожу, сижу, и невозможно не кушать. Лень, устала, нет сил даже кушать. А он говорит, с тобой все хорошо, ты не заболела, ты почему молчишь? Ну вот бывает такое состояние, когда сильно устаешь. И вот люди берут, не обращая на внимание, препараты мужчины берут для эрекции и для потенции, невзирая на давление, не обращая на него внимания. Поэтому я на Ютюбе со своими рекомендациями, со своими консультациями, называйте, как хотите, для того, чтобы вам всем было хорошо. И рассказываю все, что задают вопросы здесь. Мне многие пишут в комментариях, что за бред ты несешь? Ну, врачи, коллеги, ну, коллеги, те, кто хотят меня побольнее, уколотили. Ну, мы же знаем, да, кто ставит палки обычно в колеса. Те, кто сам не особо успешен и ничего не добился. Но я в этих видео отвечаю на ваши вопросы. Иногда они для меня удивительны, тупы, смешны. Например, одно мое видео «13 самых стыдных вопросов» набрало. Оно в рейтинге в Ютюбе крутится в верхушке, в первом видео. Самое до сих пор популярное. Два года этому видео и рейтинг его не падает. Я поделюсь с ним и я поделюсь с плейлистом, который очень важен для мужчин, который раскрутил мой канал. Поэтому эти вопросы я вам рассказываю, то, что задают большинство людей. Люди ведь не медработники, многие люди простые, многие в аптеку приходят, больные. И вот мы, вот на такие вопросы мы отвечаем. И посмотрите это видео в рейтинге популярных. Что еще меня раздражает? Как фармацевт, как провизора, первостольника, как заведующая аптеку. Когда люди попадают к врачу, там они молчат, как рыба. То им стыдно спросить, то еще что-то. И потом приходят с назначением от врача, а расскажите мне, что для чего назначили. И хочется сказать, дорогие мои, зачем вы были у врача? Вы же туда записались, вы ждали определенный срок. Возможно, вы потратили на это деньги. Вы с трудом добились до врача. Почему вы там молчите? Почему вы не задаете вопросы вашему лечащему врачу? И приходят к нам, многие говорят, ты что, врач, что ты лечишь? Да я уже врач. А может быть, даже и лучше, чем врач. Потому что я уже знаю все лекарства, лекарства, которые у меня есть в аптеке. 70% я знаю хорошо на них, аннотацию на 70% лекарств. А врачи многие иногда даже не знают аналоги, а знают один-два препарата, а я знаю 12-20 препаратов. И знаю, для чего они назначаются. И даже приходят от врача с рецептом выписанным, и я знаю, что с этим человеком. И да, мы теряем время, мы рассказываем, что, для чего назначили. Поэтому, когда пишут, ты что врач, ты что лучше врача? Да, дорогие друзья, к тем, кто ставят мне палки в колеса. Я лучше многих врачей. И я уверена, что я лучше многих информациентов. Потому что я постоянно самообразовываюсь, самоизучаю. Кроме того, что я прохожу курсы, каждые пять лет повышение квалификации категории. У меня уже высшая категория, которой я выше нету. И я только каждые пять лет прохожу обучение и подтверждаю свою категорию. Поэтому мне не стыдно за то, что я сделаю здесь на YouTube, за то, что я делаю здесь в аптеке. Мне не стыдно за меня. Хамство врачей. Говорят, мы не хотим идти к врачам. Да, и я с этим сталкиваюсь. И дорогие мои коллеги-врачи, медсестры, санитарки, которые работают в поликлиниках, в отделениях, в больницах. Реально это хамство поражает. Да, есть человеческий фактор. Да, мы все устаем. И сегодня уставшая я. Но это не повод не помогать людям, которые с трудом приходят к вам. Поверьте мне, уважаемые врачи, уважаемые медсестры, руководители медицинских центров, вы не представляете, чего стоит некоторым людям прийти именно к вам в кабинет. И какое разочарование они там получают. И многие плюют на самое дорогое, что у них есть. На свое здоровье и на здоровье даже своих близких, родных, а то и детей. Поэтому мне очень печально и очень грустно признавать тот факт, что такое, к сожалению, происходит не только в Молдове, не только в Украине, России, в странах ближнего зарубежья, но и даже за границей. Что положить в аптечку? И очень много вопросов про аптечку. Хотя у меня есть целый плейлист про аптечку. Вы, дорогие друзья, подпишитесь, заходите на мой канал. Вам эта подписка ничего не стоит. Но вы легче будете видеть, что я добавляю, какие видео, на какие темы. А видео очень много для мужчин, для женщин, для детей. Природа важная в медицине, важная для вашего здоровья. Наблюдаю мир, сообщаю, иногда бью в колокола, что это важно, вот что нужно сделать. Обратите внимание на плейлисты. И сейчас про аптечку. Я не буду здесь отвечать, потому что у меня есть видео про аптечку для путешественника, про обычную домашнюю аптечку. Про аптечку на случай войны. Посмотрите, обязательно найдите этот плейлист «Аптечка», да? И потому что это нужно посмотреть все индивидуально. Так, далее, сколько у нас времени? Наверное, мне кажется, давайте мы... Нет, мы остановимся на этом вопросе, потому что вопрос очень актуальный, очень интересный. И остановимся мы на вопросе, что в аптеке есть лекарства от рака, от онкологии, которые фармацевты скрывают от пациентов. Кому будет это интересно видео, пишите в комментариях, ставьте пальчик вверх, кому было интересно, задавайте вопросы. Если вы знаете интересные случаи, которые происходят в аптеке, делитесь со мной и с теми, кто читает комментарии. Ждите следующее видео, оно выйдет в срок. График видео в понедельник – это в основном мужские видео, в среду – это видео по вопросам, или горящее, или очень важное видео, а в пятницу – это вот такие легкие видео, или психологические для женщин, потому что женщины тоже ждут свою порцию информации. А с вами была уставшая Елена, провизор фармацевта, сипшим голосом уже, которая на страже вашего здоровья в Ютьюбе. И здесь у людей, которые приходят нам вот сюда, к первому столу, к этой кассе, и тут проходит мой 13-часовой рабочий день. Мне было приятно с вами общаться. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал, потому что я с радостью и с любовью готовлю такие видео для вас. Пока. Берегите себя и своих близких.